Ребенок к нам поступил с комбинированным пороком, включающий в себя стеноз трахеи, открытый артериальный проток и больших размеров дефекты межжелудочковых и межпрецедных перегородок. Для стабилизации состояния ребенка был проведен первый этап лечения, это закрытие артериального протока. Затем, используя опыт наших европейских партнеров, мы проводили баллонную дилатацию трахеи, что позволило нам провести радикальную коррекцию порока сердца в условиях искусственного кровообращения на остановленном сердце. С участием наших коллег с Института сердца города Киев, кардиохирургов. На данный момент состояние ребенка уже стабильное, ребенок переведен из отделения реанимации в отделение патологии новорожденных. Ребенок поступил к нам сразу при рождении, действительно со сложным пороком. Выполнен был первый этап операции у него в двухнедельном возрасте. Во время этого выяснилось, что у него есть еще очень сложная такая патология, стеноз трахеи. Достаточно редкая патология, которая не давала возможности, будем так говорить, ребенку самостоятельно дышать. Ребенок провел на вентиляции, наверное, больше трех недель, потому что не удавалось его экстубировать, дышал за него аппарат. За это время мы выполнили несколько сеансов, то, что называется баллонная дилатация трахеи. Для нас это как бы методика новая. Во всем мире, собственно говоря, на сегодняшний день такие манипуляции стали выполняться последние 5-10 лет. Опыт очень небольшой, до 200 таких вмешательств было выполнено. И не было уверенности в том, что это приведет к улучшению. Мы консультировались с нашими таракальными хирургами в Киеве. Плюс у ребенка достаточно сложный порог, который требовал коррекции в ближайшее время. То есть нельзя было откладывать эту операцию, потому что развивается то, что называется гипертензия в легких. Мы готовились к симультанной операции, к тому, чтобы сделать сразу и пластику трахеи, и устранить сердечный порог. Но буквально в последний момент, после всех наших, будем так говорить, консультаций предварительных, пришли к выводу, что есть шанс на дальнейшее развитие без вмешательства именно на трахеи. Продолжение следует...